Под толщей воды завершается подготовка к укладке первой ветки канализационного дюкера от КНС Соколовская до камеры гашения микрорайоне Богородский. Поднуклязь мы на межрайонные очистные сооружения. По нему отводятся стоки из Щелково и Королёва. Работы сосредоточены на участке у спасательной станции. Старый трубопровод диаметром 1200 уже демонтирован. Сейчас проходит сварка нового трубопровода. Он уже практически готов. Через две недели будет опускать его. И также будут устанавливать дюкер, это железобетонный саркофаг, чтобы не было коррозии и механических повреждений. Длина подводной части трубопровода составляет 74 метра. Замена первой из двух труб будет завершена до начала нереста. За последние две недели выровнена траншея, переход через реку Клязьму. Заготовлена труба, новая труба, которая ационирована внутри. Подбираются последние подготовительные операции перед погружением трубы в проектное положение. Собирают трубу на берегу. К ней приваривают технологическую оснастку кондуктор, чтобы водолазы в воде могли правильно определить её положение. С помощью грузоподъёмной техники, установленной на понтоне, трубу уложат на железобетонные полукольца. Такими же накроют сверху. Получившийся кожух надёжно защитит дюкер от внешних воздействий. На другом берегу Клязьмы компания УИР-17 приступила к строительству временной КНС. Это следующий этап реконструкции. Она будет работать, пока на основной станции не поменяют оборудование. Участок ответственный. В час через КНС проходит до 4500 кубометров стоков. «Строим резервную КНС, которая будет оводить стоки. Глубина её 12 метров. Чаша будет бетонирована, заизолирована полностью, чтобы в грунт не попадали жидкие бытовые отходы. Будет установлено четыре насоса». Модернизацию КНС, как и дюкер, планируют выполнить к концу 2021 года. На ней, помимо прочего, установят дизель-генератор на случай аварийного отключения электроэнергии. Вопросы обеспечения надёжности работы городских систем водоотведения депутаты обсудили на профильной комиссии, после чего выехали на место. «Мы сегодня выехали, посмотрели. Действительно, движение есть, работа идёт, и выходная работа не останавливается». Депутаты посмотрели и на строительство крупного коллектора, отводящего стоки из звёздного городка, микрорайона Бокчеванджи и Анискина. Тысячу метров изношенной трассы прокладывают открытым способом параллельно действующей. «Мы приступили к работам 20 ноября, и к сегодняшнему дню уже прошли больше 400 метров». «Я сейчас стою на глубине около двух метров новой траншеи, в которой будет проложена труба водоотведения из микрорайона Щёлково-4 в микрорайон Щёлково-3. Подо мной ещё 4 метра. Именно такой уклон требуется на данном участке, чтобы вода самотёком могла поступать на организационную насосную станцию на очистные сооружения». В траншеи укладывают полиэтиленовые трубы с большим запасом прочности. За качество отвечает производитель, как и за сварку труб. Процесс контролирует датчики давления и температуры. «Данная труба греется 11 минут. После вытаскиваем, сводим и держим под давлением». По окончании работ старый коллектор выведут из эксплуатации.